Рассмеши свежного, сделай, чтоб парень спиялся. Рассмеши свежного, и под столом валяться. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире телеканала Интершоу Рассмеши Комика. Шоу, где каждый человек с хорошим чувством юмора может заработать хорошие деньги. Я бы даже сказал, в эфире шоу, в котором налогоплательщики смотрят, как мы тратим деньги налогоплательщиков. Вот, именно в нашей программе мы показываем лучшие шутки, лучшие номера и лучших участников этого года. О, вот скажи, передача «Рассмеши Комика» — это для тебя работа или отдых? Я не знаю, а сам ты как думаешь? Ну, судя по тому, что ты ведущий, это, наверное, работа. В принципе, да. А судя по тому, как ты тратишь деньги, это, наверное, отдых. Да. Ну, так вот, если бы ты тратил свои деньги... Я понял, я понял, понял. Сори. Пора начинать. Мишка, вот скажи, ты в юморе не первый день, так? Ну, вот так. Да, не скромничай. Вот скажи, тебе что больше нравится всё-таки? Это шутки, миниатюры, номера или музыкальные номера? Мне вообще, мне главное, чтобы было смешно. А там шутки, это миниатюры, номера. Главное, чтобы человек, который произносит это всё, был харизматичный, остроумный, весёлый. Ой, как приятно, приятно. Я никогда не думал, что ты обо мне такого высокого мнения. Нет, подожди, Вов, я, конечно, хорошего о тебе мнения, но я сейчас не о тебе говорю. То есть ты харизматичный, это ты о ком говорил? О себе? Чего ж ты не добавил тогда скромный? Я вообще не себя имел в виду, я имел в виду участников нашей передачи. Вот Роман Раменев из Одессы. Очень хороший, харизматичный, весёлый, интересный. И главное, пишет смешные песни. Ну, увесь в меня. А при чём здесь ты? Ну, вот сейчас увидишь. Развеши все, что вам, развеши меня, развеши меня. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер, Роба. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Рома. Здравствуйте. Как там в Одессе сейчас? Ой, прекрасно. Хорошо. Сезон удался? Меня теперь там нет, теперь там хорошо. А, понятно. Рома, а чем вы занимаетесь? Я главный инженер в мебельной компании. Обалдеть. С музыкальным образованием? Без. Без. А, то есть это просто мебель? Ну, я петь не умею, очень люблю просто. Сегодня будете любить? Да, сегодня буду. Как относятся к этому ваши друзья и окружающие? Думаю, так же, как вы. Тоже скептически. Ну, зато мы платим. Тоже минуту слушают и все. И все, да. И выгоняют. Не выгоняют. Но денег дают. Да ладно? Ну, у нас здесь не факт, что мы дадим. Да. Самый смешной случай в вашей жизни, это вы написали телефонный звонок. Да, это действительно был смешной случай. Можно рассказать? Конечно. У меня как-то зазвонил телефон. Это мы знаем. Да. Стижок. И, ну, обычно я снимаю на незнакомые номера трубку в связи с работой. Я снимаю, слышу привет. Я говорю, женский голос. Я говорю, привет. А это кто? Она говорит, это Вика. Я начинаю думать, какая Вика. Она говорит, а ты меня не знаешь? Я говорю, Вика, а откуда у тебя мой номер? Она говорит, а у меня нет твоего номера. Я взяла телефонный номер своего парня, меняю последнюю цифру и звоню, познакомиться с какими-нибудь молодыми людьми, поговорить о чем-нибудь. Я говорю, Вика, ну, ты ж могла так и на кого-то дедушку нарваться? Она говорит, ну, в принципе, могла. Говорит, как тебя зовут? Я говорю, Рома. А сколько тебе лет? 33. Она говорит, вот я на дедушку и нарвалась, и положила. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Смешно. Как сказать, Рому смешно, мне не очень сейчас было смешно. Дело в том, что эта девушка звонила после этого каждому из нас. Я хотел сказать, что у Виктории в течение месяца до 17 парней появляется таким образом. Ну, Роман, мы вручаем вам 60 секунд для того, чтобы рассмешить комиков. И не забывайте о том, что они платят свои собственные деньги за прекрасный юмор. Так что можете уехать отсюда богатым человеком. Готовы? Я постараюсь. Спасибо. Песня праздничная, поздравительная. Сто людей синхронно двигают руками, сто людей синхронно двигают все ртом. Пять парней без криков машут кулаками, и все в поломанный глядят магнитофон. А то не моя свадьба, свадьба пела и плясала. Ведь праздник должен быть и у немых. Невеста пела так, что руки поломала, а после за нее допел жених. Песня о том, как вчера ночью я врезался в Бентли. Поздний час, половина первого, семь тысяч до утра. И в каких случаях жены бывают ласковыми со своими мужьями. Муси-муси-муси-пуси, миленький мой, выходи, Атоус, сукся, санузел открой. Улыбнулся Владимир Зеленский. Ну, что же, можно считать, что вам повезло. Даже не знаю, случайно это произошло или нет, но, как говорится, между первой и второй перерыв должен быть небольшой. Вы заберете деньги или продолжите выступление? А, продолжим. Вы знаете о том, что потеряете деньги, если не рассмешите комиков? Теперь да. Удачи! Песня о нелегкой жизни дальнобойщиков. Я буду долго гнать свой драндулет, На окружной его остановлю, Сниму мадам и привезу букет Той девушке, которую люблю. Песня про... Задуши его! Только что! Благодаря прекрасному чувству юмора Миши, Вы, ребята, потеряли 5000 гривен. А наш герой их заработал. Роман, Вы выиграли 5000 гривен. Спасибо. Роман, я хочу Вас спросить. Вы продолжите выступать? Ведь во время следующей минуты Вы можете заработать 10 тысяч гривен. Конечно, продолжим. Если Вы проиграете, Вы потеряете те 5, которые уже выиграли. Конечно, продолжим. Посвящение... А это был сигнал уже? Посвящение одному известному городу. Пиза, твое имя за себя говорит, И символ твой пока что стоит, И в паспорте туристу ставят визу в Пизу, Но русских это лишь веселит. О, Пиза, Пиза, ждет вас всегда. Спизил, значит, съездил туда. Отпизить означает отъезжать из Пизы, Но снова приезжайте сюда. О, Пиза, Пиза. О том, как Украина движется в ЕС. На маленьком болту. Сквозь горе. Наш выигрыш 10 тысяч гривен. Браво. Ну что же, так уверенно еще никто не выступал в нашем шоу. На нашей сцене Роман Раменев из Одессы. Роман, ваше состояние... Жак оценивается в 10 тысяч гривен. Очень неплохо. Следующий шаг оценивается в 20 тысяч. Что вы выбираете? Забрать 10 или продолжить? Продолжить. Бесстрашно, Роман. Ну, гордость за вас берет. Время пошло. Песня универсально поздравительная. По переулкам дует вьюга, Лицо снежинками каля. Одеколон тебе дарю я На 23 февраля. 8 марта тоже скоро Тебе букет не повредит. Ты популярный на районе, Ты один гермафродит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы выиграли 20 тысяч! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Роман, Еще ни один участник не был так близок к победе И так быстро. Если вы возьмете еще одну минуту, Вы выиграете 50 тысяч гривен, И я напомню, что это главный приз нашего шоу. Можно остановиться, и вы уже богатый человек. 20 тысяч у вас в руках. АПЛОДИСМЕНТЫ И улыбки людей, стоя того, я продолжаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Роман Раменев из Одессы Рискует и берет еще одну минуту для своего выступления. И если ему удастся размешать комиков, Он сорвет банк нашего шоу. Миша! А он говорит, я не выдержу. Понимаете? Это настораживает. АПЛОДИСМЕНТЫ Напоминаю, комики платят свои собственные деньги. Начали! ПЕСНЯ О ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ ТИПОЧКОВ ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ, ГОСПОЖА УДАЧА, Для кого ты добрая, у того есть дача, Девять граммов это статья, не гони, Не везет законам повсет мопед. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто коротенькая песенка. Девочка красивая, а в платье голубой. АПЛОДИСМЕНТЫ Совет туристу. АПЛОДИСМЕНТЫ .